здравствуйте дорогие друзья в эфире телеканала архе 24 в этот замечательный яркий осенний день снова программа стихия я думаю что сейчас та погода которая на улице как раз еще больше вдохновляет нас на вот это погружение в мир поэзии различных авторов и эта неделя как раз ознаменовалась вот такими датами рождения великих поэтов очень интересных самобытных авторов каждый из которых имеет свои неповторимые черты творческие черты и вот первое имя нашего сегодняшнего выпуска александр соломонович рапопорт он же големба настоящая фамилия он родился 6 ноября 1922 года это русский поэт и переводчик конечно на поэзия александра соломоновича отличается немного небольшой сложностью где-то для неподготовленного человека не искушенного поэзии конечно где-то может показаться что непонятны образы которые он передает но в них невероятная глубина и действительно неповторимость пела прелестная юная женщина пела с открытой эстрады в саду чуточку нагло немного застенчиво людям в забаву себе на беду глядя в партер как в огромное зеркало голое вздергивало плечо каждое русское слово коверкало но становилась милее еще ведь от варшавы до клязьмы и сетуни были мы все от нее без ума и показалось нам что с кастаньетами к нам приближается нежность сама нежность беспечная резвая краткая тополя нежность и нежность ольхи нежность с которой склонясь над тетрадками в юности мы сочиняли стихи женская нежность в ее неизбежности сколько в ней было любви и тепла сколько в ней было покорной мятежности страсти тревоги сожженной до тла стала листва серебрится на тополе в кроне запутался дальний рассвет громко отчаянно люди хлопали и поклонилась певица в ответ нет ни заморской изысканной новости яростно рукоплескали они нежности той что нужнее суровости нежность той что бессмертию сродни не призрак длинного рубля влечет в далекие скитания а некий блеск земное таяние и водный образ корабля он где-то там на грани вод описаны в житейских книгах он где-то там на грани вод в атмосферических веригах еще не узнанный плывет не призрак длинного рубля меня влечет в простор стихии а подчиненным усики предвечны как зрачки сухие морозный образ корабля плыви отчаливай звени томись в девическом законе и в паруса на небосклоне лазурь безумья заверни этот месяц сагбенных желаний удавился на башенном кране и висит над затеями кровель с тишиной мироздания вровень а над ним вьются млечные тропки извинят словно полые стопки пожилые астральные сферы и чихают милиционеры и плащом прорезинным полночь зашуршала над вешней москвою полночь полночь ты рюмки наполнишь виноградную влагой живою но это бродившие сусла нам от раду принес не сумеет пересохли веселые русла и была и отвага немеет этот месяц сагбенных желаний вновь с астральной музыкой вровень он качнулся подобно шаланде на причале ощеренных кровель я живу на земле я земной я люблю эту влажную землю я приемлю и стужу и зной я и горе и радость приемлю потому что степная земля объединила меня с колыбели потому что ее тополя над моим пробуждением шумели потому что ее ковыли поутру распушили султаны потому что ее журавли окликают меня неустанно потому что вода молода только стоит к воде наклониться потому что большая вода по весне замутила креницу потому что почти невесом а края облаков спотыкая есть на тележное колесо опустился серебряный аист мы движемся дальше следующее имя наша современница ольга николаевна акинина она родилась 7 ноября 1976 года то русский поэт прозаик переводчик член союза писателей санкт-петербург а ну тут конечно же очевидно влияние современной поэзии которая имеет определенные какие-то свои законы в ритме в образах но при этом ее стихи действительно придерживаются вот этих исконных правил и законов отечественной поэзии стихотворение из черновика не растут слова живые засыпают в почве зерна только черви дождевые верхнем слое чернозема облака грядою сжались не хватает в небе света в дымный сумрак погружаясь клохнет старая планета горизонт обложен ватой и над ним в белый рейд ангел чуть поддаты и без цели и без дела ману с неба не бросает вниз на землю не наступит то ли он всех нас спасает то ли он нас всех погубит кошка подходит ближе с точностью геометра рисует круг и садится перекатывая в гортани камень за камнем и там в ее темных кошачьих недрах рушится города закипает вода в иордане читает псалмы убийца калеча слова губами ходят убитые бьют свои черные барабаны трескаются зеркала и в их дымчатой амальгами только дисмассы только гистасы ворованны тяжелая древняя дрожь земли это скачет кони монголов стальные машины рыча прокладывают траншеи и видно еще как одна из нас перегрызает горло другой и не видно как я молчу наклоняя шею тому кто доживает до весны награды никакие не нужны кремят литавры в солнечной октаве и терция картавящий трамвай и прорастает в воздухе трава и что не пропоешь выходит авиа в саду никольском или в бенуа проспишь полдня почти как нагуа проснешься чтоб до вечера шататься среди других весенних горожан и затем навернуться к горожан и пасху ждать и может быть дождаться смотри зима тебя обобрала а ты стоишь хлебаешь из горла глядишь в глаза убитому дракону в них мертвый виноградник на скале и семена погибший в земле и никогда не будет по-другому мы забыли петрова на детской площадке где столбы от качелей торчат по дунами занимался рассвет серебристый и шатки ковылял самолет над кривыми домами мы забыли его возле горки и железной где на сваях веревка висит белевая где в траве пузырек с этикеткой облезлой но бывает чего только брат не бывает он сидел а бетон опираясь плечами и во след уходящим глядел бестолково и смотрел как столбы и проводами качали молча так будто сроду не видел такого но и третья дата нашего сегодняшнего выпуска 10 ноября 1894 года родился русский поэт прозаик эссеист георгий владимирович иванов тоже интереснейший автор попавший на как раз эпоху серебряной больше поэзии и это очевидно потому что это в полной мере сказывается на его поэтических приемах и поэтическом стиле я тебя не вспоминаю для чего мне вспоминать это только то что знаю только то что можно знать край земли полоска дыма тянет в небо не спеша одиноко нелюдимо вьется ласточкой душа край земли за синим краем вечности пустая гладь то чего мы не узнаем то чего не нужно знать если я скажу что знаю ты поверишь я солгу я тебя не вспоминаю не хочу и не могу но люблю тебя как прежде может быть еще нежней бессердечней без надежней в пустоте в тумане дней я люблю эти снежные горы на краю мировой пустоты я люблю эти синие взоры где как свет отражаешься ты но в бессмысленной этой отчизне я понять ничего не могу только призраки молят о жизни только розы цветут на снегу только линия вьется кривая торжествуя над снежно прямой и шумит чепуха мировая ударяясь в гранит мировой цвета луны и вянущие малины твой закат и тление твои тревожит ветер пустынные долины и замерзая пенится ручьи и лишь порой звеня колокольцами продобежит зеленая дуга и лишь порой за дальними стволами собачья лай охотничьи рога и снова тишь печально и жестоко безмолвствует холодная заря и в воздухе разносится широко мертвящее дыхание октября настанут холода осыпятся листы и будет льдом вода любовь а ты и белый белый снег покроет гладь ручья и мир лишится нек а ты любовь моя но с милой весной снега растают вновь вернуться свет и зной а ты любовь моя гаснет мир сияет вечер паруса шумят леса человеческие речи ангельские голоса человеческое горе ангельское торжество только звезды только море только больше ничего без числа сияют свечи слаще мгла колокола черным бархатом на плечи вечность звездная легла тише эта жизнь уходит все любя и все губя слышишь это ночь водит вечность звездную тебя ну а сейчас хотелось бы дорогие друзья немного отойти от устоявшегося сценария нашей передачи и обратиться вот к другой теме мы часто натыкаемся в на просторах всемирной сети на какие-то работы клипы видео сюжеты о различных поэтах из нашей страны мы как-то обращались уже к творчеству замечательного питерского молодого поэта александра злещева у которого есть огромное количество вот таких замечательных клипов и я хотел бы сегодня в завершении нашей передачи как раз обратиться еще раз к его творчеству и показать один из его вот таких замечательных видеороликов которые станут красивым таким послесловием в нашей передаче дорогая я помню измену но тебя ни за что не кляну я по листикам осень раздену и за груди холмов обниму холодна эта женщина с нами но за что ей любить людей опалили мы осень кострами соблазевшей печали полей так и я опалил твою душу поцелуями вонт маня никого в этой жизни не слушай дым бывает увы без огня вот такие вот авторы такие поэты были в нашей сегодняшней программе дорогие друзья как всегда в эфире телеканал архив 24 каждую неделю мы встречаемся в этой студии чтобы делиться с вами настоящие поэзии я надеюсь что следующая встреча наша обязательно тоже состоится и вы эту встречу не пропустите всем позитива и уютных осенних вечеров до свидания а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»